Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешу. Номер 891. Событие дня. Откровение 10.6. Времени уже не будет. Ефесянам 5.16. Дорожа временем, потому что дни лукавы. За 25 мая 2018 года. 1 Коринфянам 7.29.31. Я вам скажу, братья, время уже коротко. Так что имеющие жен должны быть, как не имеющие, и плачущие, как не плачущие, и радующиеся, как не радующиеся, и покупающие, как не приобретающие, и пользующиеся миром с ним, как не пользующиеся, ибо проходит образ мира сего. Вот одна пишет, Финн. Мир вам, дорогой Игнатий Тихонович. Здравствуйте. И долго здравствуйте. Вы нам нужны. Храни вас Господь. Пишу вам письмо. Только и успела поприветствовать. И уже не на ту клавишу ткнула. Отправила. Такой я киномеханик. Вот уже никак бы не подумала, что так остро встанет вопрос с поклонами сестер в храме. Конечно, когда народу в храме много, да и стоят в перемешку, и рядом, как у нас, зачастую здесь труднее бороться с искушениями, особенно мужчинам. Ведь по природе своей мужчина добытчик, главарь и больше собственник. Да и одеты-то наши прихожанки. Эта песня, в отличие от вашего благочестивого одеяния. Ну, действительно, у нас на чем соблазняться-то? Женщины все стоят налево. Ни одного мужчины там не было никогда. Но направо только в хору. Там и было-то всего три хористки-то. И на них там соблазняться, что наклоняются. Ну, дурнее ничего не придумаешь. Это что-то не хватает или чего у человека? Чем похвалился-то? Ужасно даже. Не знаю, главное. Вот Тодор Вай придумывает что-то где-то. Вчера высылал материал, где Златоуст говорит, у первых христиан никаких перегородок не было. Жены и мужи молились вместе. Нигде этого не было. А потом уж Василий Великий там где-то воздвигает вначале из досок. А если бы еще и не происходит по воле Бога трансформации, прошу прощения за это слово, и энергии сексуальные в благодать, смирение, тогда налицо бунт, ярость, обвинение. Родилась-то я в Алтайском крае, но здесь, на юге, мы прожили довольно долго. И мое мнение – украинские хлопцы. Пусть не обижаются, но как в поговорке, где хохол прошел, там и еврею делать нечего. А живет это в Сирии или где, вот сколько уже много знает женщина сия, интересно. И действительно, вот с Украины было, вот это две жены, а у этого не одной. А результат один и тот же. Тот все сейчас собирает всякую. Где кто про меня что говорит, уже там все уже, ну все. Обломанный весь уже выпроводили, под конвоем, и все равно не имется. Вот где кто что про меня плохо сказал, там все сразу выставляет. Каждый день сегодня выставил. Я даже не смотрю это, выкидываю мусорную. Смотрите-то. Мерзости всякие говорят, это ему по душе, то есть этим питается. То есть есть такие гиены, животные, которые падаль всю перерабатывают. И перо, и кости у них перерабатываются. Вот этого тоже сказали плохо. Ну ты же был, сколько хорошего-то было-то, ничего не осталось. Все выжег сатана. А почему? Началось с малого, земля плоская, а не круглая. Шар, все. Отбросил, катнул шар, ушел. И все ошибаются, все лгут. Везде ННН, везде мировой заговор, за кулисы. Ну полностью, абсолютно сатана занял душу. Это надо сидеть, выдумывать, находить и присылать. Ведь возраст-то уже не 30 лет. У этого 30, а у этого 40. Так что Никитке трудно среди сибиряков-то, открытых, щедрых, добрых, да. У нас именно так. Мы приняли-то вас, а не вы нас-то. Пили, ели вместе, все было на торжествах и в храме, и при архиереях. И вдруг все, все не так. Ясно дело, что что-то не так-то в тебе, а не в ком-то. Надо прислушиваться к старшим, смиряться, не ерничать, благодарить. А то, как будто он один идет в ногу, а все остальные нет. Больше трудиться, быть отзывчивым и помогать, чем можешь с радостью. И Христос не оставит. Аллилуйя! Игнатий Тихонович вот только недавно считала своей ходатайцей, надеясь, перед Господом Лидией, филиппийской. Это при апостоле Павле была которая. Она была одинокой, богатой, щедрой и высокодуховной христианкой. А я только что одинока, а грешна. Святая Лидия Порфиропродавательности, филиппийская, фиатирская, первый век. Память 20 мая, греческая, антиохийская, православная церковь, там это румынская, другое, тогда-то, тогда-то цифры. Родилась в первом веке в городе Фиатире в Малой Азии. Сейчас это Акхисар в Турции. Вначале она была язычницей, а затем приняла иудейскую веру. Лидия жила с семьей в македонском городе Филиппы, ныне Кавала, в Греции. И торговала порфирой и спиригией для краски роскошных тканей. Однажды в субботний день благочестивые женщины собрались за городом на берегу реки для омовения. В это время туда пришел направлявшийся Филипп из проповеди апостол Павел, когда Лидия услышала его слова о воскресшем Христе и Царстве Небесном. Она всем своим чистым сердцем уверовала в Спасителя и просила апостола Павла без промедления крестить ее со всей семьей. В 50-м году Павел крестил в реке Зигахт, праведную Лидию, ставшую первой христианкой Греции и всей Европы. После крещения святая Лидия пригласила апостола Павла и его спутников в Луку и Силу остаться жить в ее доме на все время, пока они будут пребывать в Филиппах. Апостолы поначалу не соглашались, однако Лидия настаивала и сумела убедить их. Деяние 16, 14, 15. Так вот, глава 16 от стихов двоеточие надо ставить здесь. Это православные не умеют. И, конечно же, самый главный для меня вопрос. Моя бабушка, Царствие Небесное, когда я поинтересовалась, ответила, что меня погружала прабабушка в деревне Топчихинского района. Толком. Толком-то я ничего не расспросила. Я не тянулась к православию-то. Голова была забита эзотерическими знаниями. Так прошло почти 20 лет. Казалось, страсти поборол. А все ясно и все понятно. Наивная дурочка. И вот после смерти отчима он хороший был. Правда, я в детстве с ним ругалась. Да и еще и во время его болезни меня начала крутить. И как я страдала. Я не видела выхода. Я поняла, что зашла в тупик. Я начала слушать ролики Осипова, Смирнова, Ткачева, Головина. Страдания продолжались. Я ела себя поедом за поганые свои поступки. А они все открывались и открывались. Душа изранена в клочья. И поговорить не с кем было. У меня было много знакомых, друзей-то. Но мы перестали понимать друг друга. А самые близкие остались в этой он энергии. Другие ушли к маслу. Господи, спаси и сохрани. Меня знакомит с вами моя подруга. Она смотрит ваши ролики. Вы ей прислали книги. И вот в таком плачевном состоянии мы подняли вопрос крещения. И выясняем, что таинство мира помазания я не проходила. В 2014 году, после смерти отца, мы поехали на Алтай. К великому моему сожалению, я на тот момент ничего толком про вас не поняла. Не прониклась. Да и подруга не сумела выделить главное. Я рвалась до верши таинства. Обратилась к батюшке в селе, где родилась. На что он ответил. Всех крестим заново, так как не знаем ничего о ваших бабулях. Кто они и кем были. И так с бухты-барахты, не дав опомниться, без осознания и исповеди покаяния, обрызгали из купельки после деток, обязательно взяв денежку по прескуранту. Приехав домой, я пошла в храм на исповедь и при счастье. Игнат Тихонович, дорогой. Но ведь должен же быть какой-то полет, радость после этого-то. А его не было. И вот я взялась исследовать, как меня крестили. Бабы давно нет. Мама ничего не знает. Тетка старше меня лет на 12. Считай ее моей крестной-то. Она не помнит даже этого. Но я точно прабабушка не только в деревне крестила, но и лечила. А вот какими силами она это делала? Вопрос. И вот я, вооружившись вашими трудами, по донесению до нас истинных учений из Пятой Церкви, в том числе 84 правила Шестого Вселенского Собора, нашла с великим трудом храм с баптистерием, ласково, с любовью получила отказ. Говорит, второй раз было настоящее крещение. Да и сам я таким образом крещен. Не сомневайся, а то начнутся искушения. И вот пошли сомнения мои. И в младенчестве неясно. Во второй раз намочили. Очень бы хотелось помечтать, приехать к вам в Потеряевку. Покаяться пред Господом в присутствии отца Якима. А как тут мечтать-то, даже если бы вы разрешили, это материально-то неподъемно сейчас. Мечтаем продать дачу, пока не получилось. Игнатий Тихонович, простите меня, пожалуйста. Написала много, время столько отняла. Низкий поклон всем вашим. Особо Надежде Васильевне. Какая она гостеприимная. Так радостно всех встречает. И Галине Загуляеву, и Володе. С любовью, благодарностью, Лида. Да, 2 июня мой день рождения. А вы выезжаете в Потеряевку на праздник. Слава Христу. ДР, я думал, день рождения. Юрий Соболев. Спасибо, Христос, Игнатий Тихонович. А я как раз хотел поблагодарить вас за выпуск событий дня за 16 мая 2018 года. Преимущественно посвященном этой теме. Уже и выписал в копилку ваше новое. Так это воображать и видеть где угодно можно. Увидел муха едет на мухе. Ай, блудники. Сегодня заканчиваем очередной год по изучению священного писания. Заключительное занятие. Молитвы, которым вы поддерживали нас тут. Храни вас Бог. Это Юрий. Он преподает в Красноярском государственном университете, в Академии. Государственное. И при Метрополии ведет там занятия. Я отвечаю, для меня это настолько все ваше в прошлом, что даже во сне не могу выбросить из этих занятий. Они во мне живые и чудные. То есть я столько преподавал. Только в одном университете 18 лет, а в пяти. В школах, везде. И вдруг я сейчас нигде. И на радио постоянно. И на заводах, в фабриках. И в милиции. И в воинских частях. И вдруг ничего нет. Сижу, занимаюсь только интернетом. Юрий Соболев. Это все живо, как древо от горчичного семени в занятиях ваших учеников. Пользуясь этим словом, так как в выпуске сегодняшнем же оно звучало в этом контексте. Достаточно послушать занятия отца Геннадия Фаста. Я же, хотя искренне считаю и называю вас своим духовным отцом и наставником, понимаю, что в занятиях, которые, по милости Божией, есть возможность мне проводить до вашего уровня, знаний и опыта могу лишь стараться дорасти. И даже не приблизиться. Вот видите, как теперь самый он виновен. Мне говорят, вот больше всего он виновен. Виновен он, поддерживает меня, и это не годится никуда. Он должен только ругать. Ну, ругателей хватает. Пять тысяч только заблокировал. Галина Влеска. Аминь. Вы, Игнатий Тихонович, сколько могли, старались помочь Никите Колесникову в восстановлении его духовного образа. Но свинья везде грязь найдет, знакомая народная мудрость. Смотрим же сердцем. Какое сердце, такое зрительное отражение в нем. Самость, самодостаточная в работах, самоуверенность, самознание, поучение святых отцов. А на женских поклонах сдуться и сдаться. Я не пишу уж об отношении Никиты Колесникова к слабой половине человечества. И к себе в том числе. Перетопчемся. Мы все женщины. В чем виноваты перед ним? Не простил, значит, какой-то свой, родной, либо знакомый? Так не имеешь права причащаться. Примирись со всеми. И только после примирения подходи. Иначе воли раскаленной сглотнешь в мучение себе. Господи, помилуй всех благ и радоваться. Александр Марьясов. Мир вам. Да, Игнатий Тихонович, история получилась, мягко говоря, неприглядная. Брату Никите нужно было начинать свое чаяние в разговоре с батюшкой Акимом. Оно бы и умерло там его. Без спокойства. И дальше не распространилось. Но слово не воробей, как говорят. Молимся, чтобы все стало на место и забылось всеми. Как некое недоразумение. А оценку сему пусть сам брат Никита даст в себе и в покаянии перед Господом. Хорошее пояснение вы мне написали. Да и в общем понимании не грех наперед. Подребно знать многим молодым ребятам. Жаль, что не довелось прощать сие брату Никите. Сатана опередил, свое подсунул. Всем братьям и сестрам низкий поклон. Спаси и сохрани вас всех, Христос. Я о Златоусте подкинул там материал. А мне тут тоже скинули его. Юлия Субботина. Мир вам. Анастасия, как ваши дела? Как дети? Анастасия Дробот. Слава Христу за все. Дух бодр. Плоть же немощно. Как у детей, не знаю. Еще не созванивались. Рустик. Спаси Господи, Игнатий Тихонович. Вы мне своими наставлениями и коррекцией веры православного дали то, что мне нужно. И поэтому у меня появился шанс приблизиться хотя бы маленько к образу и подобию Божьему. Я сам по себе ноль, даже меньше, без Господа, Спасителя Иисуса Христа. Я никогда не забуду вас, братья. Вы пришли ко мне хоть и через интернет. Я никогда ни от кого не знал столько любви и помощи, сколько тепла и наставления в делах, в вере и делах. Вот видите, опять нового надо кому-то будет блокировать, что он нас поддерживает или радуется. Ну, напрасно это. Слава Христу. Ну, что еще? Тут у меня некоторые материалы. Выставляю большие-большие материалы. Вот уже кое-что выстояло. Сейчас покажу. Вот. Вот ответы Патриарха Алексея Второго. Вопросы журналистов. И вот ответы митрополита Кирилла. Это все на нашем Ютубе. Посмотрите. Да тут много в последнее время я выставил. Много. Сейчас еще два ролика будет. Там Козлова рассматриваю. И, в общем, все собрано из разных. Вот. Теперь надо мне еще здесь разборка. Посмотреть несколько вопросов. Вот. Из интернета. Вопрос 1603. Я в него поместил. В аргументах и фактах номер 11, страница 13. Напечатана статья под названием «Как отпевают отпетых». В ней сказано, что авторитета Тамбовской группировки Николая Габриленко, убитого в 1995 году, похоронили в святых пещерах мужского... Ну, это у нас было, по-моему. Ну, и дальше там на смерть. Тут просто считать надо вот. Давайте просмотрим. Просто считайте. И слово о том, что это был преступник, а не монах, для которых и копались пещеры. Ну, вот, теперь можно видеть, что мы занимались им. Иеремия 22, 19. А с линным погребением будет он погребен. Вытащат его и вбросят далеко за ворота. Вот какое место. Сдержи, что говорил и обещал. Слова твои, да закрепятся делом. О нерешенном лучше умолчать. Бесвкусно исчезнет скороспело. У христиан крепче стали, да. Гранитно и неколебимо, нет. А проще лукавство, суета, за мысли и слова давать ответ. Булыжники пустого обещания повзыбила излишняя вода. Изус, исшедшая в жизнь, притворим соччанием. Пустопорожье исчезнет навсегда. Сказал и сделал. Нужно подтвердить. Родить идею при свидании первым. Печатью закрепить кредит. Невыполнимым, не стреляя в жертву. Бога Якова людям возместил. И не отрекся, даровал мессию. Зерно горчичное в ливанский кедр взрастил. Надломленную трость велел усилить. Да, лучше промолчать, не обещать. Не просыпать в отверстие сокровищ. Отмеренно под росписью печать. С словами Писания свободно просиять. Коллегу нищего провозгласим богатым. Когда уйти, неспешно возвратиться. Не обещай, блуждая по земле. У Бога будущее взвешено по числам. Недолжнику на бороду елей. Дружившись с обещанием прикрещения. Омытой доброй совестью служи. Нарушивших обеты ждет мущение. Служитель правды. Удаляйся лжи. Надо мне будет это перекинуть, чтобы дважды не брать. Оттуда я накидал их здесь. Вопрос 3698. 25-й том открытым оком. Вы раньше делали разбор вопросов и ответов. Патриарха Алексея, митрополита Кирилла и другие. Есть ли еще рассмотрение чьих-то интервью или вопросов? Ответ. Считаю, что сказано уже вполне достаточно, чтобы понять, что вожди слепые у слепой паствы не перевелись. Российская газета. 20 декабря 2007 года. Страница 20-22. Мы живем в мире подмен. Очень символичное название всей грамоты, какую несет архиерей. Трехчасовая беседа считателей газеты с архиепископом Белгородским и Староаскольским Иоанном в редакции Российской газеты. На трех страницах помещено около 20 вопросов и ответов. Ни одного правильного ответа, а одно лицедейство и кощунство. Газету сию мне принес член нашей общины Глухонемой. Я открыл страницу с двумя портретами. Лукавствующий архиепископа показал пальцем на голове рога. Глухонемой даже понял это. Вот оценка рядового члена церкви, который считает Библию. А этот дядька с крестом на клобуке не знает даже того, что вполне разумеет глухонемой. Сцитировать вопросы и ответы нет никакой возможности. Мусор. Как будто нет нигде никакого Христа, нет жертвы Иисуса на Голговском кресте. Будто бы этот так называемый архипастор, выпустивший книжку «Любовь долго терпит», ни дня не сидел за Святой Библией. И книжка сего любвиста пользуется якобы спросом. Да это так раз и говорит, что его книжки-то ни одного человека не переводят ко Христу. Они могут только усыплять, баюкать, как губкой размазывая гной застарелых и неисцельных ран народа. Если пожелаете, можете сходить в библиотеку и прочесть, или я могу принести вам на следующую встречу. Это я у студентов. Ни одного вопроса не разрешает прямо на основании Святой Библии, а крутит по помойкам. И чего приходится ждать дальше. Иезекииля 19.3 «Вскормила одного из львенков своих, он взялся молодым львом и научился ловить добычу, и ел людей». Иезекииля 3.4.6 «Влуждают овцы мои по всем горам, и по всякому высокому холму, и по всему лицу рассеялись овцы мои, и никто не разведывает о них, и никто не ищет их». Вот состояние всего православия. Наум 3.18 «Спят пастыри твои, народ твой рассеялся по горам, и некому собрать его». Апостола Петра к язычникам призвали, и должен с ними он беседу был вести. Исполнится тогда апостол Петр печали, и не решился он к отверженным пойти. Не знал, как поступить, и с увлеченным ложью, и скверно устрашаясь при боли и меча, не шел, чтобы возвестить святую правду Божию. И дома пробыл он, сердце не к смягча. Но вот с небес ему благое провидение, чтобы душ и его рассеять мрак. На крыше видит некое видение, и тем дает Господь чудесный знак. И был видением тем смущен Христов служитель. Он понял, что ему невидимость небес. Послал в святой завет божественный учитель, что он страдал за всех, и в третий день воскрес. И он пошел туда, куда его призвали, и жег сердца людей, и его речей глагол. И только лишь когда Христа они познали, апостол с миром вновь из их страны ушел в Масленников. Это вот еще одно возьму. Вопрос 3103. Похоже, что большинство вопросов уже отвечено вами. В последних книгах вопросов все меньше, а больше проповедей. Чьи вопросы приходилось разбирать, как бы проверять, правильно ли они рассмотрены? Ответ. Если бы мне пришлось вести занятия в ином государстве, то вопросы пошли бы совсем иные. А так, в основном, отвечены все. А это более 3100 вопросов. Кроме ответов на заданные лично мне вопросы, мне пришлось вникнуть вопросы и ответы многих духовных лиц. И на пятерых завести досье, как на обманщиков, листецов и лицемеров, отвечающих прямо вопреки Святой и Вечной Библии. Вот я говорил, может быть, в 2002 году где-то там занятие было. А теперь у меня там 4124. Еще на тысячу больше вопросов. Архимандрит Амвросий Юрасов. Открытым оком. Том 4. Страница 212-368. Вопросы 1340-1401. 61 вопрос. Протеерей Максим Козлов. Том 6. 134 вопроса. Митрополит Кирилл. Том 11. 63 вопроса. Патриарх Алексеев 2. Том 12. 67 вопросов. Итого рассмотрено во свете Библии у пяти духовных лиц 380 вопросов, занявших 729 страниц, то есть целый том. Каждый том 725 страниц. Вот на один вопрос только. В 16 томах открытым оком все вообще вопросы и ответы заняли 614 страниц. То есть полностью 8 книг. Всего же в 16 томах это 11840 страниц. На занятия, на проповеди в этих стихах 5826 страниц. От нечего делать, такую груду перелопатить, не каждый решится. Общий же вывод тот, что самая церковная верхушка Библии святую не знают, страха Божия не имеют и пытаются быть вождями народа, не ведая, где истины конечны. Долго пытался найти ответы на вопросы у Папы Римского, но ни в интернете, ни в личном общении с католиками не смогли таковых найти. Могу показать, что ответы даны не по человеческой мудрости. Мое рассмотрение ответов знатных показывает, что они не любят людей, бесчувственных страданиям слепых душ. Осия 4.12 «Народ мой вопрошает свое дерево, и жезл его дает ему ответ, ибо дух блуда ввел их в заблуждение, и блудодействие они отступили от Бога своего». Исайя 41.28 «Итак, я смотрел, и не было никого, и между ними не нашлось советника, чтобы я мог спросить их, и они дали ответ». 1 Калининс 1.17 «Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, и не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова». Притча 8.5 «Научитесь неразумное благоразумие и глупое разуму». Вот четыре места писания, четыре автора, разные «Осия», «Исайя», «Павел», «Соломон». И стихотворение, или пропасть в стихах я называю. «Востребованном быть не так-то просто по плоти, по душе и по талантам. Ты нужен, постоянно кто-то просит, нуждающимся ты везде заплата. Раскрутку свернутого в спящку эгоизма с младенчества до самой гробовой доски, чтобы себелюбие прижизненно унизить, в прорыв дар милосердия ввести, в умение жертвовать пристойно отличиться, заявку сделать на больных и сирых, расширить, кто с нуждой к тебе стучится, и ты готов не от избытка жира. Таланты, знания и строгого совета под безразличностью отнюдь не заржавели, свои болячки не наложат в вето, не пожалеют те, кто постучатся в двери. Представить тяжело подобие смерти, где ты не чистишься и у врагов в реестре. Не пережить подобную потерю, когда нас вычеркнут напротив, ставя крестик. Не может быть, чтобы не нужен был. Я нержавеющий, как осов на приколе. Не допущу, чтоб жар в крови остыл, и лютого врага не встретил хлебом с солью. Мои следы тревожат, пусть во тьме, свет прорезает заблуждение мглу. Я так привык, что тянутся ко мне, знать не в тенетах, просидел в углу. У каждого ящейка ниша есть, обжитая, даже нам по вкусу. Знак милосердия на входе виден крест, принадлежащий лично Иисусу. Авторитет, каталог из талантов, вывешивая ежедневно раны, латая и сшивая за бесплатно, веду к воскресшему. Он исселяет раны. 20 апреля 2006 года. Ну вот, несколько показать даже, какие ресурсы, чтобы помнили это. Давайте я уже закрываю, их сейчас перенесу. Показать свои ресурсы, это первое. Мой мир. Вот она, мой мир. Тут я в шапке. Не знаю, почему, вот сколько перенес сейчас, вот перенес с Ютуба сюда утром. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, двадцать, один, два, три. 25 роликов перенес. И они, ну, месяц назад еще все переписывались на мой мир, с Ютуба. Сейчас нет. Ставлю, и вот все сделал, загружаю, ну, опыт-то большой. Но нету, ни одного не перенеслось. Перенес, и где-то их нету. Ну, а потом, очень хороший у нас православный форум. Вот так. Ну, и вот видеоканал. Тоже еще там мало совсем стало посещений. Нет, больше. А вот за ночь была одна, один-один. Ну, один там еще это. И вдруг ночь прошла, и сразу же уже сто семьдесят один. Значит, за день один пришел, а за ночь сто семьдесят. Ну, и так далее. Возрастает язета. Ну, вот, кроме того, у нас есть еще... Я не знаю, где он у нас тут есть. Сейчас я покажу его. Так, если не то... Это надо... Что же тут? Кристина один. Вот она. Православный библейский сайт. Очень богатый. Очень. Ну, тут не подвижене, переписки, ничего нету. Мы брали все. Есть где. В моем мире. Тем более, скайп все подобрал к себе. И вот четыре тысячи создать, четыре ответа. Считаю, это самое ценное. Вот видите, как просчитали сегодня. Какая статистика? Сколько ответов и сколько вопросов заняли. Но только это, видимо, тогда я отвечал. А сейчас еще больше. На одни вопросы у меня ушло, может быть, ну, я не знаю, 8-9 томов вопросов и ответов. На этом все. все. Вот. 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 Продолжение следует...